ой не в целях рекламы но в общем зашел в банк горячих туров решили мы все-таки съездить таиланд давно не были паттайе и самое интересное решили попробовать взять фортуну три звезды том отеле которые нас поселят мы узнаем только в аэропорту и вот такой вот интересный опыт решил все-таки супруга посовещавшись то везучим и невезучие очень попробуем посмотрим по этому поводу конечно я все сниму видео и вам покажу расскажу стоит не стоит в общем нужно в этой жизни пробовать пробовать что-то новое ну а тут и прямо еще и рисковая как-то так красноярск почти 9 вечера начинается регистрация на самолет в банкок через банкок летим в этот раз народу много полный самолет в ходу будет нас пока еще не загружают все мы уже рядом практически нас посадили банкок как обычно уезжаешь с абакана думаешь отдохнуть от абаканцев а там абаканцы на каждом пролете в общем отдохнуть не получится я чувствую а народу много все собрались ехать теплые места все пошли мы прошли таможню такие вот кстати интересные билетики у нас где там этот волчок о волчок волчок сейчас все это на волчке на этом на этой универсиаде встретили ребят с ними в 2014 году летали узнали друг друга и вообще много знакомых с абакана встретил летят герой ну и самое интересное встречаюсь людей которых вообще по сути сильно не знал но аж в четырнадцатом году вместе летали в таиланд познакомились общались сейчас такая приятная встреча интересная такие вот путешествия необычные вот наш идиотизм российские не только продают алкоголь duty free а потом удивляется почему в самолетах бухие буянин и потому что его продают прям в тех самолет практически люди реально берут нажираются и начинают скандали все это игры их не каждый раз где самое потрясающее каждый раз удивляться чуть-чуть это пьяные в самолете появились чего не подкуда появляется да потому что вы идиоты были организаторы всего этого момента поэтому и появляются там бухие придурки duty free пожалуйста бухайте сдыхайте первый раз летим в боинге и первый раз проходим через рукав самолет обычно нас либо на автобусе либо пешком бежишь как видите визион универсиада винир и вот так вот интересно мы будем проходить сразу самолет через рукав народ хлынул все практически уже в таиланде морально подписываются на мой канал а мне реально канал вячеслав гончаров будет там про красота путешествия в том числе мы посмотрим все встречаемся с вами туда же 1 2 3 4 5 6 8 мест придут 2 У нас идет два прохода 300 300, да, девушка, мест здесь? Да 300 мест аж И мы Рядышком с туалетами практически У тебя какая буква? У меня буква 38D Д, но посередине А где наша буква? Д и Е, да? Ну, круто, круто Вот наши два места, капец Телевизор Один В общем, самолет здоровый Я, честно скажу, больно здоровенный Но мы Но мы далеко Все, загрузились Люди еще присаживаются Самолет реально здоровенный Красивый, большой, старый Все хотят попасть на YouTube Все машут Практически О, я же говорю, наши люди Наши люди машут всегда Все До встречи в Паттайе Народ еще грузится Как говорится, в тесноте, да не в обиде Лишь бы быстрее уже Улететь С нашей Земли Грешной И улететь Рай Все приземлились Все жизненно радуются Ну тут асфальт, конечно, получше Асфальт получше О, ничего себе Резкое торможение Ну а штубочка открылась Ну и все Красота Мы в Таиланде Еще раз сейчас похлопают Породуются люди Особенно первые ряды Им-то там страшнее Все Мы выходим Прилетели Народа много Уже практически все вышли Да, мы опять выходим в термин Спасибо большое До свидания Вы нас ждать будете Или улетите пока Все Вот оно ощущение Тут еще, правда Не сильно Ощущается 30 градусов Потому что мы Зашли Так же в рукав Я честно скажу Мне есть чем сравнить Летал всегда с Аникс Туром Но от Пегас Намного круче Во-первых, на Боинге Самолет намного больше Комфортабельнее В коленях Не так сильно давит Больше места Плюс для Боингов Подгоняют Вот эти вот рукава Вот все Запах уже тайский пошел Сейчас нам нужно будет найти Пегас Напоминаю Мы полетели по Фортуне Мы не знаем Какой у нас будет Ой, вот эти запахи тайские Ой, там Азия Это непередаваемо Вот эти мази тайские Хайхраб Сейчас мы идем Ищем Пегас Аэропорт, конечно, здесь огромный То, что сейчас я иду Это малая часть Я вам... Ох, туда Если посмотреть вперед В принципе, если посмотреть назад Это все тут гектарами Это все тут гектарами Очень огромный аэропорт В свое время он был номер один Сейчас говорят вроде как номер три Кто был в Таиланде Кто был в Таиланде Тебя знают эти запахи Не запахи пота А запахи Мази Запахи Цветов Трав И голову сносит аж Класс Особенно когда-то здесь не был Два года и четыре месяца Есть, кстати, ленивый Кусочком пройдемся Ножки размять Потому что потому Кровушку надо гонять по организму Все, тайские мотивы везде пошли Да, здесь уже настроение улучшилось Перейдем в стердые зубы Но это не наши Не российские А может и российские Другая авиакомпания В общем, это все Мы идем пока Идем и идем И идти еще И в общем Далеко идти-то еще Прям далеко Пока, наверное, прервусь Следующая запись будет Уже на Пегасе Посмотрим, какой нам номер дадут Таможенный контроль Снимать видео нельзя Народу просто покажу Народу просто тьма Самолеты прибывают со всех стран И вот это все люди Тысячи людей Все хотят попасть На райские острова Прошли таможню Таможенник угарный Сейчас поржали там вообще По-английски так пообщались Прям поржали там Вся очередь Прям пахахакала А вот как видите Терминал Это Тут больше 20 22 Вот таких вот терминала Которые багаж привозят У нас 11 Нужно забрать Свою полупустой Чамодан На заднем плане Как видите Нельзя снимать Фотографировать Сама таможня Таможню нельзя Фотографировать Снимать А так все Огромнейший аэропорт Прям огромнейший Класс Здесь прям класс Национальности И кого здесь только нет Сами видите Наведет И арабы И Сейчас как модно Говорить Как там они Афроамериканцы Пожалуйста Афроамериканцы Модно говорить Испанцы Тут Кого только нет Здорово Нужно больше путешествовать Смотреть Мир Наши тут Земляки Ходят с нами рядом Привет Передают Ну русских Конечно тут больше Чем всех Кого бы то ни было Больше чем тайцев По крайней мере В этом аэропорту Все Пойдем забирать Все В общем Выдали нам Отель Так сказать Рояль Рояль Вью Автобус у нас Номер 288 Я даже не помню Что там за Рояль Вью отель Интернет Не могу Подключить В аэропорту Так сложно Что-то Прям капец В общем Едем слепую Продолжаем Своё путешествие Вот ребята Тоже сейчас Офравляют По фортуне Сейчас их определяют Определяют их сейчас В отель Автобус у них такой же 288 Какой отель Сказали Отель Нет Отель А что не записал А им не записали А нам сразу записали Отель Он должен рассказать Тут отель По фортуне Подойди конечно Спроси Все Мы вышли Наконец-то Из аэропорта И вот это вот Париво Сейчас сразу Побежит сок Со всего тела Мы вот с ребятами Royal View Также они по фортуне попали Сейчас грузимся в автобусы И едем в отель Я даже не знаю Где он находится Но вот это париво Это просто кайф Кто был в Таиланде Всем привет А есть те которые впервые Вообще в Таиланде У нас Веселые Семь человек Понятно Будем надеяться Что вам все понравится Ой Потряхивает маленько Таиланд Это у нас страна улыбок Да-да-да Здравствуйте Я с Вико в Канаду А Да Понятно Так вот У нас Как удобно уже Полторы тысячи бат Либо 50 долларов Завтра в 10 Вадим Отель Welcome World Замечательно Так У нас тоже отель Легит Берлан Так Ну здесь недалеко у нас Пляж Отель Golden Beach Нас пересаживают Вот в такие вот Фигасики Сейчас развезут по городу По отелям Машины все новые Чистые С кондиционером И кожаным салоном Мы полетели Ну в общем По Нашей фортуне Нам достался Такой небольшой отель Четыре этажа Здесь Небольшой Бассейн Вид Внутреннего убранства Я покажу чуть позже Это вот Все Вот этот отель Он в принципе Небольшой Раз Два Три Да Четыре Этажа Вход получается У нас Здесь Там какое-то Подвальное Помещение Здесь Вот такой вот Ресепшн Фруктовые Абузики Такой вот Небольшой Все Все В общем Дал взятку Русскую шоколадку И типсей А точнее Еще не дал Но пообещал Нас уже заселили На Три часа Раньше В общем Разговаривайте С людьми Общайтесь Улыбайтесь Такой у нас Небольшой Бассейнчик Напротив Отели Отели Пару строек Отели Тут отели Небольшие Хорошие У нас Третий этаж Из четырех Возможных Напротив Тоже Отельчик Я скажу честно Здесь чисто Здесь чисто Здесь хорошо Вот такой Вот у нас Отель Небольшой 312 Реально В принципе Номери чисто В гостинице Везде чисто Он не новый Но Он чистый Телефончик Но мы не будем Пользовать Кровать Здесь шкафчик Холодильник Но в холодильнике Мы еще ничего Не положили Вода Каждый день Бесплатно Мебель Простая Без лишний Номер Не первый Свежий Но По крайней мере Здесь Чисто Кондей Не очень Свежий По крайней мере Работает Ванна Раковина Душевая С небольшой Форточкой Можно подглядывать И вот Что мне понравилось Это здесь Балкончик Сушилка Вот с таким Видом У нас Получается Надвор Носа Это оттуда Я сейчас Снимал Здесь Небольшие Отели Люди Вещи Сушатся У них Еще меньше Бассейнчик Дальше Смотрите Вон Какие Интересные Балконы Закругленные В общем Вот такой Вот у нас Интересный Отель По отелю Я еще Чуть позже Видео Сниму Вид здесь Ну Море Оно Там Вот Кстати Вот Кстати Вот Отсюда Вон Туда Вдаль Если Место Домов Смотреть То Это Как раз Там Море И там В принципе Море Ну а там Горы Смотровые И так Далее В общем Отельчик Неплохой Ну Здесь Мы будем Только Ночевать Красота Вот С этой Стороны Курить Нельзя Но мы Не курим Хорошо Вот Такой Вот Отель Немного Впечатления О том Отеле Где Живем Royal View Place Честно Скажу Отель Ну Троечка Такая Прям Твердая Он Не сильно Большой Но Очень Уютный Чисто Удивили Завтраки Вот Грубо говоря За неделю Завтрак Еще ни разу Не повторился Там Да понятно Что основное Есть Там Допустим Хлеб Там Масло Там И так далее Чай Кофе На выбор Но Сама Пища Которую Предлагают На завтраке Она По крайней мере Эту неделю Она Отличалась Есть Предположение Что в следующей неделе Будет повторяться Там Так же Идти По очереди Но В любом Случа Это Первый Отель Где Пища Не повторяется И это приятно Затем Что Убираются В принципе Чисто В отелях Ну я уже говорил Ранее По номеру Что Пусть он Как отель То старенький Такой Но он ухоженный Он чистый И отель Для русских То есть Русских Здесь В основном У них Все здесь По русски Везде Еще порадовал Небольшой Магазинчик И кафешка С ценами Тайскими То есть Даже Эти все Сувениры Там Эти шляпки Там Сувениры Слоники И так далее То есть За стубат Можно взять В отель И никуда Просто не выходить Да Тут не такой Большой выбор Но что-то Основное Вы сможете Взять Удобно Что здесь же Продают скотч Ленту Что можно Чемодан Свой замотать Ну весы То есть Как бы Заранее Все нужно Взвешивать Тихий район В принципе Если не брать Вот строечку Недалеко Которая Они в принципе Часов с девяти Только начинают Громыхать Поэтому Высыпаешься Достаточно И очень удобный район Протамнак Что здесь В принципе Вот от нас От отеля В шаговой доступности Все Эксченджи С хорошим курсом Массажи Различные магазины Любой Даже барахлишко Там Аптеки Все это Прямо В шаговой доступности Очень удобно Очень практично То есть Отель неплохой На удивление Говорю То есть Есть чем сравнить И отель Довольно таки Хороший Если будет возможность Пожалуйста Можете его выбирать Но опять же Нам он достался По Фортуне Напомню Что До прилета В Таиланд В аэропорту Нам только сообщили Какой будет отель Очень важно Чтобы в отеле Особенно в Паттайе Был бассейн Здесь бассейн Присутствует И это большой плюс Потому что Жарко Допустим В Таиланде Здесь Среда Четверг Идет Слив Канализации В море И потом Заливают Тахими Грубо говоря Там до субботы На море Нежелательно плавать Это одна из версий По крайней мере Если посмотреть на пляж То там реально Лежаки все Убранные Люди там Ну только Наверное русские Туристы купаются И чтобы вот где-то Охладиться С утра даже Вышел Позавтракал Искупался Охладился И пошел Там поехал На байке Гулять Отрываться То есть в этом плане Конечно Очень классно Удобно Потому что знаю Что есть стройки По фортуне Мы смотрели Мы могли попасть Да там отелей Как правило больше Но почему-то Нет бассейнов И это Большой минус А так говорю Отель очень хороший Чистый Опрятный Не новый И персонал Очень доброжелательный Все время Доброжелательный Это приятно Ну и плюс Что-то по-русски Они понимают Это Проживешь здесь Неделю И сам начинаешь Спокойно понимать О чем они говорят Не знаю По крайней мере С иностранцами Сейчас я в станции С тайцами Я понимаю О чем они говорят Я просто не могу Как говорится Высказать Ну Жестикуляцию Никто не отменял И с этим проблем Все Всем удачи Больше отдыхайте Не сидите дома Двигайтесь Развивайте Свой кругозор Общайтесь Все будет у вас хорошо Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok